итак ну поехали братцы новый день новое видео всем привет вы на канале крипто comments это грине и мы начинаем наш экстренный обзор по ситуации на крипто рынке перед нами график bnb btc и он не случайно перед нами минус коина к биткоину потому что помимо того что он просто неприлично дорого стоит вышли новости как вы наверное знаете binance smart chain остановлен после взлома на 100 миллионов долларов какие-то хакеры воспользовались уязвимостью в протоколе bsc token hub это внутренний cross chain мост между bnb chain и binance smart chain короче чуваки попробовали украсть сначала 500 миллионов долларов потом получилось у них все 100 и сизи все это дело заблокировал поэтому если вы удивились тому что вы не можете отправить какие-то свои токены в сети binance smart chain или свапнуть их там на pancake swap или на metamask то все абсолютно нормально это было связано с тем что был хак уже как пишут ребята все нормально уже они их разблокировали большая часть украденных средств находится в сети bnb chain порядка 80 процентов и не могут быть выведены так что хакеры конечно молодцы хорошо постарались но сизой тоже видите как неплохо все замутил вроде как сеть уже работает не знаю если вы проверяли напишите вроде как по без скана уже генерятся новые блоки но это все ладно это все для отвода глаз мне кажется они просто сами себя прохакали потому что реальная новость чуваки это конечно же санкции с 8 пакет санкций который включает там буквально все уже там и нефть и уголь и судоходы и все 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 дела также включает ограничения по владению криптовалютами и громкие заголовки вот эти вот типа ес полностью запретил оказывать россиянам криптовалютные услуги это еще ладно это более-менее соответствует действительности но другие заголовки в стиле что пользователи мрф запретили пользоваться криптой или там хранить крипту слушайте чуваки камон газ что такое крипта вообще давайте крипта это децентрализованная тема это также как запретить торренты или я не знаю запретить там что воздухом дышать интернет это свобода понятно что там есть роскомнадзор который блокирует кстати тоже заблокировал биржу окекс как вы наверное знаете на днях это другой вопрос если вас блокирует роскомнадзор это обращайтесь как говорится к своему любимому государству и правительству генпрокуратуре это тоже может произойти надо понимать что они могут заблокировать вам все биржи но тогда вы с помощью випена спокойненько на них зайдете будете торговать дальше или с помощью мобильных приложений пока все еще работают айфоны и андроида но вот другой вопрос что и с запрещает всем биржам которые попадают под регуляцию евросоюза такие как buy нэнс coinbase крипта датком запретили оказывать услуги россиянам то есть все у кого учетки на российский паспорт а переверифицировать свою учетку на другой паспорт вы не можете вам нужно теперь находить каких-то братьев я не знаю там узбеков или кого казахов или европейцев кто вам любезно предоставит свои учетки или другой вариант бежать бежать финанс тоже на самом деле нормальный вариант сейчас мы об этом поговорим с вами буквально через минуту куда бежать финанс об этом кстати я делал видео еще полгода назад когда первые звоночки были что бенанс ограничивает лимиты средств для пользователей россии до 10 тысяч евро я делал видео куда бежать финанс вот ну а так с другой стороны медали многие люди говорят что все нормально на самом деле это просто пугают пугают типа что будет ограничение на самом деле Некоторые говорят, что у них до сих пор и десятку евро можно превышать, и все нормально. И может быть биржи сейчас скажут, да-да-да-да, а сами будут, знаете, как работать дальше. Посмотрим. Пишите в комментариях, кстати, работает ли у вас Binance, не работает ли у вас Binance, и куда вы с него бежите, на какие биржи. Лично от себя, что я могу рекомендовать? Конечно же, только те биржи и сервисы, которыми я сам и пользуюсь, ребята. Поэтому вот сделал специально для вас пост всех надежных крипторесурсов. Они, естественно, и в описании под этим видео, если вы прокрутите вниз. Все лучшие биржи, рабочие обменники и наш Telegram, на который обязательно, я надеюсь, что вы подписаны, там тоже этот пост продублирован. Проверьте подписочку на наш Telegram и на наш канал, кстати, тоже, ребята. И не забывайте ставить лайки, если вы интересуетесь криптой. Этим вы очень помогаете продвигать это видео. Итак, вот они, собственно, все надежные биржи, рабочие P2P обменники, без проблем с Россией, и холодные, и псевдохолодные кошельки. Давайте быстро пробежимся по ним. Ну, во-первых, конечно же, биржа Bybit. Биржа Bybit и ее нативный токен BIT, он же BITDAO. Я сейчас, кстати, набираю его в лонг, но, ребятушки, дисклеймер, не финансовый совет. Ну, на мой взгляд, он просто очень дешево стоит. Посмотрите, как он упал. Также я набираю здесь монету каста, вы, наверное, знаете, но об этом поговорим в других видео. Давайте по существу. Чем же хороша биржа Bybit? Ну, во-первых, здесь есть spot trading с кучей монет. Также здесь есть деривативы, то есть торговля с плечом. Причем как инверсные деривативы, так и USDT. То есть вы можете торговать в обеспечении самих монет, как CoinM на Binance. Вот у меня так и открыты лонги по BITDAO и по Polkadot. То есть я получаю профит, либо убыток в самих монетах. В данный момент вы видите убыток, но пока мы его не зафиксировали, собственно, это и не убыток. Вы, наверное, понимаете. Также здесь в споте они добавили margin trading. То есть до пятого плеча вы можете прямо в холодную набирать вот Bitcoin, ETH, XRP, Optimism, Chilis, Aave, Cardano. Вот эти все монетки, на которых написано 5X, Atom, Bitcoin Cash, Basic Attention, BNB. Как и на Binance, вы поняли. В споте вы можете одалживать еще средства, чтобы лонговать или шортить еще больше монеты. Это достаточно прикольная фича. Вот. Плюс BITDAO очень удобный интерфейс, мобильное приложение. И самое главное, что они находятся под юрисдикцией Сингапура. То есть они чихать хотели на эти европейские санкции. И не будут блокировать пользователей из РФ и не вводить никакие дополнительные лимиты. Это очень-очень круто и удобно. Поэтому, конечно же, номер один у нас это биржа BITDAO. Также биржа FEMIX. Замечательнейшая биржа. Очень похожая на BITDAO с некоторыми различиями. Здесь тоже есть spot, фьючерсная торговля. Есть функция sub-аккаунты. То есть вы можете завести несколько аккаунтов из-под одной своей учетки. Также есть функция bracket order. Очень полезная вот она. По ней у меня есть отдельный видео урок. Посмотрите обязательно. Сейчас он появится у вас сверху. Вы можете, грубо говоря, работать как маркетмейкер на небольшие суммы даже. И открывать хеджевые сделки. Не выходя, скажем, из лонга шортить. В общем, очень прикольная штука. Вот. Собственно, здесь я как раз сейчас и торгую биткоином, эфиром и дэш. А, и еще, ребята, чейнлинком. Собственно, за всей этой дымовой завесой совсем как-то прошла незамеченная новость про чейнлинк и свифт, ребята. Чейнлинк в партнерстве со свифтом разрабатывают решение осуществления кроссчейн-транзакций. Свифт, как вы понимаете, это номер один банковский протокол по всему миру. И там объемы в триллионы долларов крутятся. Но свифт понимает, что они уже становятся пенсионерами и им нужно двигаться в будущее. Поэтому они привлекли чейнлинк для совместного протокола. И поговаривают, что лет через пять чейнлинк заменит свифт просто. Вот. А, кстати говоря, Сергей Назаров, создатель чейнлинка, если вы не знали, есть очень крутая конспирологическая теория, что именно он и есть Сатоши Накамото. Чико Крипто делал этот видос, мы переводили его для вас на нашем втором канале. Обязательно посмотрите, его сейчас появится сверху, если вы не видели. Очень-очень крутое видео. И не забудьте подписаться, кстати, на наш второй канал CryptoCommons 2.0 тоже, чтобы не пропускать переводы замечательной зарубежной криптоаналитики. Но, да ладно, бежим дальше. Чейнлинк, собственно, я тоже открыл лонг по этой самой новости, потому что в цене это еще никак не отыграло. Как вы можете видеть, мы все еще возюкаемся по дну, а то и под дном, на мой взгляд. Я жду по многим монетам сейчас вот такой вот отскок. Ну, вы знаете. При этом я разгружаюсь, догружаюсь, то есть я добираю монеты. Окей, идем дальше по биржам. Биржа BitGet. Тоже прекрасная биржа, набирающая обороты. Как вы знаете, кстати, в любом бычьем и медвежьем цикле появляются новые биржи. Они набирают хайп, набирают ликвидность, становятся в топы. И имеет смысл держать деньги на тех биржах, которые набирают обороты, а не сдуваются. Как в свое время сдулись там Poloniex, BitMix. И похоже, что сдувается сейчас Binance. Поэтому биржа BitGet тоже замечательная. Здесь нету марджин трейдинга. Здесь есть спот и фьючерсы, но тем не менее, очень много монет и тоже очень привлекательные условия. Нулевые комиссии на споте, так же, как и на байбите и на фемиксе. В общем, очень-очень недурная платформа. Я скажу вам честно, я пока на ней не торгую, но уже собираюсь начать это делать. Как только у меня появятся деньги, я закрою часть каких-то своих позиций, я переведу на BitGet и начну здесь тоже пробовать торговать. Потому что мне нравится эта платформа, я посмотрел, как она работает. Достаточно клево. И самый прикол, что она, как и фемикс, не блокируется в Узбекистане. Я сейчас нахожусь в Узбекистане. Здесь Bybit заблокирован. Здесь нужно заходить через зеркало Bybit Global. KuCoin здесь тоже заблокирован. Мне пришлось зайти на него через тор. Кстати говоря, еще биржа KuCoin. Тоже очень хорошая биржа. Это вообще абсолютно просто аналог Binance, потому что здесь есть все. Здесь есть спот. Здесь есть кросс-марджин трейдинг. Здесь есть марджин трейдинг. И фьючерсы. Очень похожая на Binance площадка и по дизайну, и по движку, по всему. Поэтому KuCoin тоже рекомендую. Именно вот она больше для спота, для кросс-марджина, знаете, для такого. Если там Bybit Femix больше на фьючах порубиться или даже BitGet, то KuCoin, да, это именно замена вашему Binance. Ну и еще одна площадка, которая очень сильно отличается от всех остальных, это PrimeXBT. Я считаю, она заслуживает отдельного разговора. У меня по ней есть обзор. Посмотрите обязательно, он сейчас появится у вас сверху. По сути, она уникальна тем, что здесь вы можете торговать не только криптовалютами, но и акциями, и индексами, и нефтью, и золотом, серебром, и форекс-валютами, евро, доллар, фунт, там, и NASDAQ, и S&P, и, короче, всем, всем, всем вообще абсолютно. Но самый прикол, что вы можете держать при этом на балансе как обеспечение маржи не только USDT, не только стейблкоин, но также вы можете держать BTC или эфириум. То есть вы можете держать биткоин или эфир и делать на него еще больше биткоина или эфира, торгуя при этом золотом, S&P, нефтью, газом и всем, чем угодно. Вот это очень-очень круто, на мой взгляд. Но биржа официально как бы не разрешена в России, ну, потому что форекс там, понятно, да, но тем не менее, очень-очень просто регистрируется и торгуется там, и счета никому не блокируются. Просто при регистрации используйте не телефон, а имейл, и не указывайте страну. А если он распознает вас по IP-адресу и скажет, что вы в России, вы просто нажимаете галочку «Да, я в России», там, что-то типа временно, ну, типа, я понял, все там, предупрежден, нажимаю «Окей», все. И не проходите верификацию. И все нормально работает, вообще абсолютно круто, без каких-либо проблем, но только через VPN. И когда пользуетесь VPN, кстати, на биржах, следите обязательно, чтобы вы подключались не через Америку или через какие-то ограниченные там страны, где нельзя пользоваться фьючерсными платформами. Вот, так что PrimeXBT тоже замечательная именно платформа для того, чтобы торговать там, допустим, фондовым рынком или драгметаллами. Вот, это те площадки, которые, ребята, я сам использую и хотел вам об этом сказать. Так, теперь переходим к рабочим обменникам. P2P, ребята, вы все говорите, что вот, P2P не работает, там на Binance нет ликвидности, на Bybit или Femix нету России, русских банков. Да, ребята, я не знаю, зачем вообще вы используете P2P на бирже. Есть обменники. Вот, допустим, мой любимый обменник «Шахта». Замечательный обменник. Там, во-первых, чистые битки прямо от майнеров идут. И точно такой же P2P. За 3 минуты прилетает. Вот, выбираете направление, например, там, не знаю, что у вас, карта, вот, Казахстан, Украина, гривны, рубли, все здесь есть. Даже вот есть узбекские эти, узкарт и хумо. Выбираете, что вам, биткоин, эфириум и так далее. Создаете заявку, обменять, все, через 3 минуты средства у вас на счету. Очень крутой обменник. Также, если вдруг вам не подходит он или нет нужного направления, курс не нравится, вот есть FastChange. Тоже классный обменник. Пользуюсь им уже много-много лет. Еще с позапрошлого был рано. Тоже, смотрите, всегда курс. Иногда где-то на вывод хуже, где-то на ввод лучше. Смотрите, сравниваете курс. Для более мелких транзакций подходит FastChange прекрасно. По-моему, у них для вывода курс нормальный, для ввода лучше на шахте. Но вы смотрите, всегда, вот, резервы, здесь куча альткоинов, все банки здесь есть. Так что, мир даже есть, вот, кто спрашивал, карты мир. Короче, смотрите обязательно рабочие обменники в описании и переходите по ним. Криптоэксченж тоже нормальный. Теперь по кошелькам. Холодные и не очень. Конечно же, самое крутое – это аппаратный кошелек. Допустим, кошелек Ledger. Или Trezor кому-то больше нравится. Вот у меня Ledger. Конечно же, лучше всего держать деньги на аппаратном кошельке. Основную часть вашей криптовалюты. Но сейчас не у всех есть возможность заказать Ledger, как я понимаю. С рук я бы не рекомендовал покупать у перекупщиков. Поэтому для вас есть кошелек Exodus. Чем он хорош? Да тем же, что это, по сути, такой же холодный кошелек. То есть, конечно же, там споры сейчас в чате были, что нет, это горячий, потому что он подключен к интернету. Слушайте, ну, берете, скачиваете Exodus на какой-нибудь старый комп, который отключен от интернета. На нем генерите кошелек, свою ситфразу переписываете на бумагу. Все, это ваш кошелек, ваши приватные ключи. Но помните, ребята, что в отличие от бирж, холодные кошельки и вот такие псевдо-холодные, они не хранят ваши приватные ключи. То есть, если вы потеряете свою ситфразу, никто вам не поможет восстановить ваши средства. В отличие от бирж. У биржи, если вы ей доверяете, пока она работает, вы можете им написать письмо, «Здрасте, я такой-такой, забыл там свой пароль, туфа, вам его сбросят, скорее всего, и вернут ваши деньги». Но, если биржа соскамится или ее прохакают, соответственно, это не ваши биткоины. А когда вы храните на кошельке, это ваши крипта. Exodus замечательный кошелек, тем, что он мультивалютный. Ну, слишком большие суммы на нем держать, наверное, не стоит, но вот какие-то там оборотные средства вполне себе нормально. Вот он мне показывает, что на этом кошельке у меня был «Хайст баланс» 15 тысяч долларов, видимо, когда-то давно, потому что сейчас у меня здесь 2 тысячи всего. Вот можете держать на нем альткоины абсолютно разные. И все эфирные токены, полигоны, матики, шматики, что хотите. Вот. Но это все не финансовый совет. То, что вы здесь видите, это всего лишь часть моего портфолио. Вот, что я хотел вам, ребята, рассказать про все ресурсы, которые я сам использую. Фух, надеюсь, что было недолго и информативно. Поэтому, ребят, еще раз говорю, бегом крутите под это видео. Вот они все эти ресурсы. Регистрируйтесь, пожалуйста, на биржах, которые не попадают под юрисдикцию Евросоюза. Используйте P2P-обменники и все остальные замечательные полезные сервисы. Ну и теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. Binance Coin. Binance Coin смотрится невероятно по-бычи, прет наверх к биткоину. Просто посмотрите, уже неприлично дорого стоит. При этом восходящий клин рисует, из которого по моей школе, ребят, по моей тактике, может быть, будет ложный вынос, но в целом это пойдет вниз. Это пойдет вниз, и я лично буду шортить Binance Coin к биткоину, как я об этом и говорил уже в своем видео несколько месяцев назад, когда мы были еще где-то вот здесь. Как зашортить BNB к биткоину? Очень просто его зашортить. На Binance, у тех, конечно, у кого он еще будет работать, если вы не из России, вы можете это сделать, потихонечку вы можете продавать BNB, которого у вас нету, то есть занимать там под какой-то конский процент, сто с чем-то годовых, можно занять BNB, продать его нахрен, но только в том случае, если вы верите в то, что он упадет, и поймаете вот это движение. Скажем, уже после подтверждения пробоя вниз, вот здесь вы заходите, и выходите плавно вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Он же тоже не прям так будет падать одним махом. Надо понимать, что он может и вот так сделать, потом отскочить, потом вот так. Но если он будет в даунтренде, как это было вот здесь, скажем, в здоровой коррекции, то я жду его куда-то, ну вот в идеале, конечно, вот в эту зону, в 500-400 тысяч Сатоши. Но хотя бы там, ну хотя бы как-то скорректироваться, потому что, ну не бывает вот такой вот рост бесконечный. BNB, я вам напоминаю, что растет еще с 2018 года к биткоину, просто как не пойми что. Вот, это лишь мое мнение, ребята. Я могу оказаться неправ, BNB сейчас улетит на 3 биткоина, и тогда, извините, дисклеймер, не финансовый совет. Но я буду его шортить нахрен. Если мне заблочат учетку, я заведу на какого-нибудь иностранного друга, попрошу какого-нибудь иностранного друга и буду шортить ее там. А вот линк к биткоину, тоже, чейн линк, о котором мы говорили, по нему вышли бычьи новости, да? Он рос тоже весь 2018, 2019, 2020 год. То есть весь медвежий рынок крипты прошлый, BNB и линк росли, посмотрите. Но линк, в отличие от BNB, вот здесь вот, когда начался бычий рынок крипты, линк к биткоину ушел в медвежий рынок, как вы можете видеть. Несколько раз отбивался от сопротивления вот здесь. Но сейчас, посмотрите, он это сопротивление пробивает. Линк к биткоину именно, очень важно, напоминаю, смотреть к биткоину, пробил сопротивление нисходящее и тестирует сейчас EMA Ribbon как поддержку. Если нам удастся закрепиться выше этих уровней, я думаю, мы увидим очень хорошее ралли по чейн линку. Вот почему я набираю по нему лонг, пускай и к доллару. Но к доллару-то тоже, я думаю, что он покажет хороший рост. Как минимум, хороший отскок. Вот, что я думаю, ребята, в целом по ситуации на рынке. Давайте глянем еще биток для приличия. Я делал видео по корреляции DXY и битка позавчера, я надеюсь, вы смотрели. Нам не нужно, чтобы DXY с вами сейчас летел вниз в тартарары. Нам достаточно, чтобы DXY просто пошел вбок и перестал расти так сильно. И это даст силы отпрыгнуть к крипторынку и битку на 30 тысяч куда-нибудь, вот к этому очень важному уровню. Посмотрите, сколько у нас тут было касаний. 30 тысяч долларов, 32 тысячи долларов. Вот мы здесь, здесь, здесь отбивались. Здесь у нас был предыдущий тоже замес. Так что я думаю, что мы с высокой долей вероятности придем вот туда. И это будет очень хороший лонг. Кстати, посмотрите, у нас на сайфере после этого замешканного замеса снова зеленая точка образовалась. Поэтому такие вот у меня сегодня мысли, друзья. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом всем. Подписывайтесь к нам на канал, в телегу, используйте рабочие ссылки. Не поддавайтесь всеобщей панике. Все будет хорошо. Держите большую часть средств на холодильнике. На меньшую торгуйте на проверенных биржах. И всем профитролей. До следующей встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok